В законодательстве предусмотрит норму по обязательному долевому участию нацкомпаний в размере 50 и более процентов в контрактах на недропользование по крупным месторождениям. Как сообщили в Сенате, за многие годы в Казахстане не было открытий крупных месторождений. На это повлиял низкий уровень инвестирования в геологоразведку. В настоящее время эра легкой нефти заканчивается, а перспективные месторождения находятся на более глубоких горизонтах, разведка которых требует больших капитальных вложений. Без восполнения запасы разрабатываемых месторождений в Казахстане истощатся в ближайшей перспективе. Казахстан характеризуется низким показателем госинвестиций в геологоразведку на квадратный километр. Он составляет всего лишь 11 долларов. Для сравнения, в Австралии это 167 долларов, в Канаде 203 доллара. Причем из 118 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана разведаны 99 элементов. Настолько богата страна полезными ископаемыми. Но львиная доля инвестиций идет на нефть. Открывать месторождения в Казахстане все сложнее и дороже. От того, что отрасль не получает должной поддержки, может закрыться даже ряд промышленных городов. Ресурсы нынешних залежей, открытых еще в советское время, истощаются, а новые не открываются. По этой причине жизнь в ряде промышленных городов может в буквальном смысле остановиться. На сегодня стоит задача по восполнению минеральной сырьевой базы. За многие годы в Казахстане не было открытий крупных месторождений. На это повлияли низкий уровень инвестирования в георазведку. В настоящее время эра легкой нефти заканчивается. А перспективные месторождения находятся на более глубоких горизонтах, разведка которых требует больших капитальных вложений. Ранее партия Ахжол требовала раскрыть контракты с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям Казахстана – Карашханах, Тенгз и Кашхан. На сайте Ордакейзет со ссылкой на международную консалтинговую компанию Вуд Маккензи была опубликована информация, что от эксплуатации крупнейшего нефтегазового месторождения Кашхан Казахстан получает жалкие 2% прибыли. Все остальное – это 98% – забирают иностранцы. Во многих странах мира налоговая нагрузка доходит до 70%. В Казахстане обязательно отчисления не могут похвастать такими цифрами. Но чиновники могут вносить изменения только по новым контрактам, а по старым попросить продолжить работу. Вопрос у нас, расчеты мы провели. Сегодня мы говорим, что можно до 2045 года, если поддерживать равномерную полку добычи, удлинить жизнь таких истощенных месторождений от 10 до 25 лет, что позволит сохранить рабочие места, которые уже сегодня созданы. Плюс мы говорим в абсолютном выражении, что порядка 60 миллионов тонн добытой нефти можно дополнительно излечь из недр. Вот это тот прямой эффект. Конечно, это все мы с коллегами из Миннации экономики этот вопрос и с Минфином отрабатываем. В результате должно завершиться в виде фискальных преференций. Всему виной старые договоры на невыгодных для государства условиях. По официальным данным, в стране на сегодня действует 11 договоров СРП. Практика уже заключенных соглашений о разделе продукции показывает, что даже при высоких ценах на сырье, Казахстан не получает в полной мере отдачи по таким проектам. Национализировать нефтяную сферу можно, но сделать это беспрепятственно и безболезненно не получится. В таком случае мы больше не привлечем в страну ни одного зарубежного доллара инвестиций. К тому же забрать проекты у стран сильнее нас в экономическом, военном и политическом отношении, лишь врагов себе нажить, считают эксперты. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильяса, Столичное бюро, ТДК-42.